здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал рекорд бане съедено тысяча человек значит мои подписчики на тему людоедов присылают мне огромное количество ссылок ну и одна из них особенно меня заинтересовало это просто ужасающий рекорд одной шотландской семьей было съедено более тысячи человек шотландские людоеды в одном из самых угрымых мест шотландии которые тем не менее популярна среди туристов в 80 милях от эдинбурга находится весьма своеобразная достопримечательность пещера людоедов опасный путь через озера и острые каменные уступы ведет к скале анфилады пещер вход в них нельзя заметить ни с моря ни суши лишь во время отлива открывается отверстие через которое можно попасть внутрь это место всегда пользовалась у местных жителей дурной славой ведь раньше в пещере жили настоящие людоеды съевшие более тысячи человек во времена царствования короля якова 1566 1625 в одной шотландской деревушке жил бедный паденщик по имени банэ имевший единственного сына якова дикий грубый сварливый мальчишка которого природа взамен умственных способностей наградила необычайной силой доставлял много беспокойства отцу и наводил ужей ужас на жителей деревни якову банэ минуло 16 лет когда в схватке с односельчанами он зашиб человека до смерти ударом кулака этот поступок переполнил чашу всеобщего терпения и свирепого подростка заковали в цепи якобы якобы осудили на смертную казнь но в день исполнения приговора банэ удалось бежать поиски были тщетными преступник словно в воду канул со временем люди успокоились и удовольствовались тем что убийство в окрестностей деревни больше не появлялся долгое время банэ подробно зверю скитался в лесах но голод заставил его поступить на службу к ферму в отдаленное село правильный образ жизни был ненавистен якову и вскоре он сбежал оттуда причем с девушкой еще более дикой и жестокой чем он сам на прощание на прощание юные дикари подожгли ферму и отправились скалистому побережью во время сильного отлива открылся вход в ту самую жутковатую пещеру и она стала надежным убежищем для банэ и его спутницы оставалось только найти себе пропитание место здесь была пустынной даже птицы казалось избегали ее новые обитатели пещеры устат утоляли голод кореньями и лесными плодами пока случай не подсказал им иной страшный образ жизни лесник одного поменщика однажды увидел дикаря банэ преследующего дичь в хозяйском лесу и попытался ему помешать завязалась драка вооруженный дубиной банэ избил противника до смерти а чтобы скрыть произошедшее приволок труп в пещеру и вот тут видимо от голода жена банэ предложила съесть покойного часть тела они зажарили а то что осталось заготовили впрок привычным для них способом приправили морской солью и повесили коптиться это подтвердилось впоследствии показаниями банэ на суде в эдинбурге и вот с тех с тех топор и началась отшельническая охота на людей как на дичь и продолжалась безнаказанно много лет пока найденные разрозненные человеческие останки выброшенные на берег не ужаснули жителей окрестных деревень и не заставили организовать поиски убийц добровольцы хорошо знакомые с пустынным побережьем прочесывали местность вдоль и поперек одни возвращались ни с чем разочарованная напуганная разочарован разочарованная напуганных односельчан другие вовсе не возвращались очевидно став жертвой банэ и его пополняющего семейства власть распорядилась выслать на помощь жить жителям части городской полиции вооруженные полицейские крестьяне и охотники целыми днями бродили среди скал и дежурили по ночам но осторожные людоеды отсиживались свои пещеры и избегали встреч с чужаками не добившись результатов полиция вернулась в город власти пришли к выводу что никакого чудовища нет и быть не может значит убийцу надо искать среди жителей ближайшей деревни поэтому когда здесь загадочным образом исчез путешественник вину повесили на хозяина дома в котором пропавший ночевал последний раз подсудимый не смог доказать своей невиновности и поэтому его без промедления казнили для устрашения всех остальных предполагалось что один из главных убийц устранен и что подобная строгость суда пресечет все дальнейшие злодейства но предположение оказалось ошибочным вскоре местный рыбак выловил сетями несколько человеческих костей с остатками мяса в эдинбурге рассмотрели находку и приписали объедание останков рыбам было приказано продолжать наблюдение за побережьем но чем активнее велись поиски тем осторожнее становилась шайка людоедов банэ и его семья никогда не нападали на всадниках а только на пешер даже если их было несколько трупы осторожно доставлялись пещеру по воде вот почему все найденные следы указывали что убийцы приходят с моря и уходят тем же путем так прошло около 40 лет в пещере выросло целое поколение не знавшая другого образа жизни кроме охоты на себе подобных банэ властвовал над своими потомками как царь людоедов и только случай помог открыть тайну исчезновения в этих местах большого количества людей однажды ночью местный фермер со своей женой и работником шел с ярмарки заметив путников людоеды притаились и подготовились к нападению когда дичь подошла поближе шайка выскочила из засады молодая женщина и рабочие были тотчас убиты у фермы у фермера к счастью оказался с собой пистолет отчаянно сопротивляясь мужчина выстрелил и это спасло ему жизнь на шум примчались всадники патрулирующие побережья и злодеи бросились бежать с трудом удалось рассмотреть убегавших следы как всегда обрывались у моря у моря но теперь стало ясно убийство совершает хорошо организованная шайка но с какой целью тур в пещеру людоеда можете посмотреть ни фермер не подоспевшие всадники не видели лодок на которых могли бы скрыться убийцу поэтому было решено что они прячутся в пещере толпа из нескольких сотен человек собравшиеся со всех ближайших деревень окружилось жилище людоедов чтобы не дать им сбежать и вот отлив вооруженные люди отправились внутрь пещеру пещеры остальные ждали снаружи дойдя до самой глубокой ее части смельчаки увидели нечто ужасное по стенам и на потолке было развешано человеческое мясо которое служило чудовищному семейству единственной пищей созерцая расчлененные трупы и груды костей даже самые суровые и отчаянные охотники почувствовали как горло подступает тошнота ко всему прочему запах пещеры был невыносимым обычный человек проведя здесь хотя бы одну ночь вероятно лишился бы рассудка но дикие существа прожившие так почти всю жизнь никаких неудобств не замечали членов шайки связали без малейшего сопротивления вместе с яковом бана их насчитывалось 48 человек все найденные остатки человеческих тел были погребены сложенные в пещере громадной кучей деньги и драгоценные драгоценности награблены убийцами доставили в эдинбург и по возможности вернули родственникам жертв судебный процесс против бана и его семьи вызвал неслыханный интерес в народе и недоумение в юридических кругах ни в одном из законодательных актов не было предусмотрено наказание за подобные преступления судьи эдинбурга выносили свой вердикт совместно с французскими коллегами дело людоедов направили на рассмотрение профессоров юридического факультета парижского университета казнь бана и его семейства перед воротами шотландской столицы была одной из самых страшных за всю историю шотландского судопроизводства преступников подвергли жестоким пыткам затем четвертовали и сожгли на костре о клане людоедов потом еще долго говорили по всей англии и во всем образованном мире и хотя впоследствии случаи людоедства тоже встречались как например в веймарском герцогстве в 18 веке до таких масштабов масштабов как семье баны дело все-таки не доходило с тех пор побережье с пещерами стало для жителей проклятым местом как если бы там обитали злые духи поговаривали что возможно из семьи людоедов кто-то уцелел и теперь бродит в поисках новых жертв так так что окрестностей эти старались обходить стороной со временем реальная канва событий забылась но народная фантазия с фантазией родила сотни легенд переначивания воспоминания предков так что еще долгие годы байки про людоедов из пещеры были излюбленной темой для вечерних разговоров у очага занявшие тогдашней крестьянской молодежи современные ужастики в качестве эпилога можно добавить что об этом страшном деле жителям россии впервые впервые рассказал журнал нива в 1886 году что же касается самой шотландии то хотя там пещера баны и известно но многие сомневаются в правдивости этой истории считаю любви и всего лишь досужей выдумкой екатерина голубева тайны двадцатого века 2011 год ну и предлагаю пройти по ссылкам вот здесь вот есть для на руки сын и монстр с горы бен бен мак дуй в шотландии в украинском селе домашние сми не сожрали своего хозяина пенсионера шотландском неолитическом селении скара брей жили выходцы из египта проходите ребята по ссылке и читайте интересные посты вот этого вот автора спасибо за внимание до свидания подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов